Здравствуйте, я Дмитрий Трофимов, и вы находитесь в моей машине. И сегодня мы с вами поговорим о классной теме, называется «Как стать общительным». И весь мой канал, все мои видео, которые есть на моем канале, они все говорят о том, что вы можете стать общительным. Я постоянно, как крик души, говорю вам, что вы можете взять какое-нибудь видео, например, словесная импровизация, ссылка сейчас появится, да, упражнение «Мастер одного слова», ссылка уже появилась. Если вы будете тренировать это каждый день, вы начнете больше говорить, вы начнете интереснее говорить. Если хотите поддержать какие-то темы собеседника, у меня есть петля общения, ссылка только что тоже появилась, и опять же, все это у меня есть на канале. Но все-таки, да, кто-то мне все равно продолжает задавать вопрос, «Дима, как стать общительным?» И сегодня мы об этом с вами поговорим. В первую очередь, да, вы, давайте, мы всегда будем с вами все делать пошагово, потому что, когда все разложено по полочкам, тогда вы понимаете, как нужно все делать, вы понимаете, как нужно действовать, и вы действуете, получаете офигенский крутой результат. Ставите лайк под этим видео, подписывайтесь на мой канал, и все у вас будет хорошо. Поэтому первый шаг, который нужно сделать, это задать вопрос себе. Записывайте, записывайте конспект, ведите, когда я вам говорю, какие шаги нужно делать. Задать себе вопрос. Зачем мне общение? Зачем я хочу быть общительным? Для чего я хочу быть общительным? Это все один и тот же вопрос, просто разными словами. На первом шаге ваша задача ответить на этот вопрос честно. Второй шаг. Вы составляете таблицу. Таблицу. Вы, например, какую-то ситуацию вспоминаете, где вы были необщительны. Любую ситуацию вспомните. Под этой ситуацией пишите, вспомните эту ситуацию и пишите негативные моменты в этой ситуации. Почему вы, например, считаете себя необщительным? Или что вы хотели именно в этой ситуации? Как вы хотели себя показать, именно что вы общительны? Пропишите именно негативные моменты. Например, я сижу в группе людей, все разговаривают, смеются, а я молчу. Второе, например, я хочу сказать какую-то, рассказать историю, но у меня горло сжимается, я не могу ничего сказать. Либо я хочу, следующий пункт, да, либо я хочу что-то рассказать, но у меня в голову ничего не приходит, в голове пустота. Еще вариант. Я сижу в кругу людей, и кто-то там надо мной посмеялся, и мне от этого стало неприятно, я обиделся на этого человека. Выпишите весь негатив, да, под этой ситуацией, или может быть много ситуаций, вот именно списком, что вам не нравится в общении, в своем, да, именно в вашем общении не нравится. Выпишите это. И напротив каждого пункта негативного, которого вы выписали в этой таблице, то есть, получается, вы прочерк сделали, да, и прописали, может быть, внизу, может быть, сбоку, как хотите. Что вы хотите вместо этого? Что вы хотите вместо того, что вот вы молчали и ничего не говорили? Значит, скорее всего, вы хотите что-то говорить. Что, например, вы хотели рассказать историю, у вас не получилось, горло сжималось, значит, что, у вас свободно горло, и вы легко рассказываете историю. Выпишите пункты, которые вы хотите в общении. Далее, третий шаг. Вы помните, да, на первом шаге вы задали себе вопрос. На втором шаге вы выписали негатив и позитив, то, что вы хотите. Так вот, на третьем шаге вам нужно точно понять, что вы хотите общаться ради себя. Что не ради людей, потому что люди на вас смотрят осуждающим взглядом и говорят, он опять молчит. Расстрелять его. То есть, вы не должны стараться развиваться в навыке общения ради других людей. Ради себя вы должны это делать. Если вас кто-то осуждает, что вы молчите, и вы решили прокачиваться в общении, это неправильно. Все делается ради себя. Окей, поэтому на третьем шаге вы определяете, да, третий шаг так и называется, определить, для себя ли я развиваюсь в общении. Хочу ли я стать общительным ради себя или ради других людей. Опять же, если ради других людей, что это принесет вам? Тоже какое-то удовольствие. Тогда, значит, вы делаете это все-таки ради себя. Не должно быть такого, что вы делаете все только ради других людей. Окей, это третий шаг. Четвертый шаг. Записывайте в конспекте, записывайте все, что я говорю. Если я сижу в машине, это не значит, что эта информация не важна. Это не значит, что я такой, ой, по ходу дела. Я сейчас в машине еду, расскажу вам информацию, а вам не надо ее записывать, потому что она не работает. Потому что я же в машине записываю. Нет, нет. Все, что я вам говорю, вам нужно записать и начать делать. Следующий шаг. Вы задаете себе вопрос. А мне нравится, меня все устраивает в общении. Независимо от того, что у меня вот эти пункты, которые я прописал выше. Я слишком сильно из этого переживаю или мне пофигу все-таки? Насколько сильно для меня это неприятно? То, что у меня там нет общения или то, что я не общительный? И если ответ приходит, да как бы все равно, да как бы пофигу. Это другие парятся, постоянно меня заставляют. А мне-то вообще-то норм. В этом случае тогда вам не надо быть общителем. Вас устраивает то, что если не нужно вам себя насиловать, не нужно мучить себя и прокачиваться, и становиться общителем. Не надо это делать. Но если все-таки вы говорите, да, мне неприятно, да, мне тяжело, да, я хочу общаться, да, мне накипело, мне тяжело, мне больно. В этом случае все сделали правильно. Четвертый шаг вам показал, что действительно что-то с вами не так, и это нужно исправлять. Это четвертый шаг. И пятый шаг, это определить, как вы готовы развиваться в этом направлении. И вам нужно написать шаги, в буквальном смысле еще шаги, да, как вы будете прокачивать именно навык, навык общения. Как вы будете прокачивать себя, чтобы стать общительным. И давайте я накидаю вам несколько примеров, как вы можете уже в этом направлении копать и стать общительным. Первое. Просмотреть все видео, все видео на моем канале, где я говорю об общении. Все ошибки, да, там поведение тела. Помимо этого, там я говорю о навыках, петля общения, словесная импровизация. Как рассказывать истории, как играть роли, как играть эмоции. Все это есть на моем канале. Как работать с тревогой. Все есть на моем канале. Смотрите, законспектируйте и внедряйте. И последний, заключительный шаг, который вам нужно сделать. Это полностью просмотреть мой канал. Просмотреть все видео по теме общения. В том числе и по тревоге, чтобы убрать тревогу. Вы смотрите по словесной импровизации, по базовым навыкам общения, да, именно петля общения. Мастер одного слова. Вы смотрите, как играть роли, как играть истории. Все это вы смотрите, все эти видео вы смотрите. И постепенно начинаете внедрять свою жизнь. Каждый день вы тренируетесь дома. Можно перед зеркало, можно без зеркала. Но главное, вы тренируетесь. Каждый день. Как минимум 10 минут. И это вот один из вариантов, да. Второй вариант. Еще какой может быть. Это можно скачать достаточно много книг по общению. Много разных книг по общению. И поочередно каждую книгу читать. И если вам понравилась техника, которая там предоставляется, вам не надо внедрять все, ребят, не надо. Вам нужно только то, что вам понравилось. Вы берете это и внедряете свою жизнь и смотрите, как это работает. То есть внедряете в реальном общении. И продолжайте зубрить мой канал. Продолжайте безостановочно зубрить мой канал. Ну и последний вариант. Последний шаг. Опять же, у кого нет усидчивости, у кого нет сил, да. Кому лень, кто устал это делать самостоятельно. Вы также можете записаться тогда ко мне. И я буду вашим тренером. Я буду прокачивать вас по базовому общению. Может быть вам нужна словесная импровизация. Тогда мы будем прокачиваться по словесной импровизации. Может быть по конфликтам вы хотите, да. Тогда умей постоять за себя. У меня есть такая практика. Так и называется. Умей постоять за себя. И мы будем прокачиваться по этой практике. То есть, вариант первый, да. Есть усидчивость. Я могу самостоятельно тренироваться сам. Не вопрос. Мой канал для этого создан. Поэтому я и хотел приносить вам пользу, чтобы вы могли это делать самостоятельно. Но если вы понимаете, что не можете, записывайтесь. Если нужно, я вас буду очень хорошо мотивировать. Мы с вами будем прописывать также важные определенные цели, которые будут вас зажигать. По теме общения. И вы действительно станете общительным. И напоминаю. Нужно подписаться на мой канал. Потому что это мотивирует меня продолжать еще больше снимать полезного контента. Еще больше снимать классных видео. Потому что я вижу, что вы подписываетесь. Я понимаю, что я актуален в этом мире. Я нужен вам, ребята. И поэтому я еще снимаю больше видео. Ставьте лайк под этим видео. Пишите комментарии. Может быть у вас есть какие-то вопросы. Пишите вопросы под этим видео. Я обязательно все прочитаю. И если вопрос клевый, я обязательно этот вопрос сниму в видео. Помимо этого, у меня есть телеграм-канал. У меня есть инстаграм. У меня есть страничка вконтакте. У меня есть паблик. Все это вы можете посмотреть в описании под эти видео. И на сегодня все. Пока-пока. Поехали. Как встать? Все это есть. Ссылки можете... У-у-у-у-у-у!